я думаю что каждый из вас не один раз своей жизни задумывался о сути обряда который называют крещением совершенно непонятно многим и в том числе и мне раньше были такие телодвижения когда берут младенца и опускают его в воду вынимают оттуда живым естественно и теперь после такой операции считали его крещеным то есть принадлежащим к множеству людей которые являются христианами кто-то говорил что христиане происходят от термина крест мол потому что иисуса распяли на кресте кто-то еще что-то говорил но раньше были такие этимологии которые возвращали христианство к понятию крест которым обозначался огонь дальше мы можем вспомнить такие моменты когда иисус ходил по воде евреи когда бежали из египта они тоже раздвигали себе эти самые воды воды моря чтобы пройти посуху а гнавшиеся за ними армия она утонула в этих водах существует и более древние мифы я уже рассказывал их о геракле десятый миф когда он пошел туда сторону атлантиды затонувший к тому времени разорвал пополам землю чтобы обеспечить проход себе к океану в этом месте образовался гибралтарский пролив и он достиг сегодняшней америки где нашел красных коров которых в результате вместе с солнцем на его ладье на солнечной ладье он и привез в сегодняшнюю грецию на наш с вами континент так что все мифы древности они так или иначе связаны с солнцем и сейчас я с вами поделюсь своими соображениями по этому поводу дело в том что в древности солнца не существовало и пусть нас сегодня парит на ту тему что якобы это звезда который существует миллиарды лет но мы с вами видим что современные солнечная активность магнитная активность световая активность еще какая-то активность том числе и какие-то пятна еще что-то размеры приближение удаления все это творится на наших с вами глазах это говорит о том что у солнца существуют совершенно небольшие по своей длительности временные промежутки которые напрочь зачеркивают ее длинную историю я вам пример приведу вот какой если у человека вся его жизнь связана с течением одного года внутри него с течением дней может быть с течением десятилетий то человек уже никак тысячу лет не может жить потому что это совершенно другие временные понимание и осознавание если человек жил тысячу лет для него смысла в одном дне совершенно бы никакого не было он бы не делал никакие утренние пробежки вечерние пробежки и тому подобное он бы существовал минимум десятилетиями чтобы заметить какое-то свое изменение или изменение окружающего мира также и солнца если у него есть короткие ритмы которыми она живет ныне то значит никаких длинных ритмов из его жизни просто не происходит так вот были времена когда солнца не было появилось солнце как я уже много раз говорил только путем библейского воздействия когда библейский бог решил создать солнце и луну для подсчета времени то есть для календаря и создал их это примерно 15 век по нашему летоисчислению спорить можно сколько угодно но я всегда говорю раз на библии клянуться президенты америки значит эта книга источник стопроцентной реальности иного просто быть не может так же как у нас если есть какой-то основной закон конституция то она для нас в жизни является источником нашей стопроцентной реальностью все остальное что не написано в этой конституции является анти законным не существующим в нашем мире или существующим как какие-то флуктуации поймите мой посыл подумайте над ним и вы осознаете о чем я в этом смысле говорю так вот солнце было создано примерно в 15 веке но может быть прибавим там еще один век в чем я сомневаюсь потому что распечатка как я вам уже говорил началась только в 1531 году раньше у нас вся наша реальность была виртуальной то есть мы грубо говоря сидели располагались в компьютере и там же осуществляли свою историческую жизнь да мы были но мы были виртуальными компьютерными персонажами а потом нас в 1531 году начали распечатывать так вот появилась тогда и такое течение которые ныне мы называем иудаизмом и даже продолжаем как христианство которое поклонялось как раз тому свету который их этих людей первоначальных то есть нас всех который распечатывал это совершенно та же самая операция которая сегодня осуществляется лазером при 3d печати и даже лазер и лазер из библии это одно и то же слово и никакая это не аббревиатура никакого предмета буквально переводится как цветоносный или источник цвета так вот когда собирали религию а вы наверное заметили давно уже что религию существует только у одного скопления народов ни у кого на земле религии никогда не существовало религии существует только у одного народа который называется арабо-израильским связано с арабо-израильским конфликтом и вот у него только есть религия почему потому что в ветхом завете написано что те самые люди которые верят в иудаизм они рай обретают только здесь на земле в нашей с вами реальности все остальные народы раем и адом считают те самые потусторонние какие-то земли будущего прошлого зеркально еще какие-то но другие земли наше бытие и главным богом для всех этих религиозных деятелей является ныне христос но мы его опять называем христос это перевод с персидского солнца а раньше он назывался иисус только по первому своему имени христос это уже не фамилия это уже как бы второе обозначение ну типа по нашему это типа отчество только соединенного с именем так вот иисус это обозначение бабы яги я уже говорил об этом и обозначает это слово яга я же уж иисус езус аса и тому подобное все это обозначение огня в том или ином виде в тех или иных каких-то столкновениях коллизиях спряжениях и других порядках все это огонь и первоначально первоначально иисус он был девушкой помните это тайне вечера про которую много разговоров и что там с иисусом сидит какой-то человек который похож на девушку вот это и была яга а сам иисус в этой картине был представлен как бы таким патронемом человеком мужского плана а раньше в первых вариантах религии и всяких остальных местных сказках и мифах всегда яга златовласка как это магдалена мария магдалена она всегда была изображена золотыми волосами это и есть символ прежнего солнца первого солнца я даже не говорю сейчас о том солнце которое восходит в наше время с востока на запад потому что яга обозначает солнце несколько другое то что мы сегодня называем ядром нашей планеты и именно вот этот уход яги в то самое место во внутренность планеты нахождение ее там в виде своего внутреннего солнца я описал в своей книге власть во власти власти а также до меня очень много было попыток описание внутреннего мира и различными фантастами которые говорили что там есть свое собственное солнце это как раз результат той самой описательной деятельности которую наши фантасты заимствовали из древних мифов и древних сказок поэтому сама яга вот ее огненное то самое содержание которое мы всегда знаем она находится внутри земли она не является землей она является тем самым источником энергии которая наполняет всем движением и всем теплом нашу с вами землю ее сын даже скажем так племянник или как-то по родству там какой-то другой родственник не в прямую сын он находится уже в нашем мире тоже огненный и зовут его этого сына иисус и этот иисус он уже является олицетворением нашего солнца который является библейским солнцем и который находится в нашем мире как и говорит иудаизм то есть все хорошее весь рай ныне находится здесь на земле не надо как говорится торопиться ни туда ни обратно никуда живите здесь и сейчас радуйтесь жизни так вот иисус это и есть то самое солнце и когда древние составители религии смотрели на это солнце они всегда с этого момента брали метафоры например когда солнце встает на востоке над океаном видно это лунная или солнечная дорожка лунная это я сказал как у майкла джексона когда он танцует задом наперед а здесь в данном случае солнечная дорожка по которой и ходил тот самый солнце иисус вот откуда взялся миф хождение его по воде то что он на юге достигает максимального своего значения и переворачивается кверху ногами это показано на географических картах там на юге изображался прежде человек или божество повешенный верх ногами в картах таро это карта шут который повешен верх ногами из которого начинается новая эра он призван в этот мир не шутить и не развлекать нас он призван в этот мир делать новую религию новую эру новую жизнь вот смысл этого таровского шута ну и в конце концов когда он там на западе заходит за тот самый океан здесь и возникает смысл обряда крещения солнце сам христос сам иисус христос погружается в воду и как бы умирает и мы вдруг видим после ночи как он заново помолодевший красивый и реанимированный воскресший он появляется на востоке вот этот момент погружение в воду то есть уход на западе солнца в воду и выплывание его живым и невредимым на востоке это и означает обряд крещения вот этот обряд вот вся его версия обозначения дальнейшие навороты со всякими духами душами и тому подобными это все символика которую растолковывает священнослужители и надо сказать что в принципе растолкование этой символики ими ведется более-менее правильно потому что это уже творческое начало а сам сам объект крещения сам ритуал крещения он заключается именно в той операции которая происходит с солнцем и та операция которая происходила с древними иудеями перед которыми раступалась море через которые они бежали красные моря то же самое связано с тем же самым солнцем возникала та самая дорожка солнечная по которой они благополучно спаслись а когда они спаслись за ними уже гнались египтяник перед которыми такой солнечной дорожки не было поэтому они и потонули все эти сюжеты они изложены в древних русских волшебных сказках все это есть вы даже помните как в три котла нырял молодец и царь его заставлял чтобы он принес этом благое какое-то действие ему чтобы обеспечить себе то самое вот воскрешение ну и наконец слово воскрешение и крест она как раз связано с огнем ни с каким не с крестом да похоже на первый взгляд что крест и крест это одно и то же на самом деле нет крест в слове крест первая буква к это приставка ну примерно к например или сросшийся предлог рез оставшиеся это на самом деле тот самый огонь и всегда когда говорят о русском народе на древних картах всегда пишут слово роса русь это все обозначает красный цвет и красный слово красный относится тоже к красный и даже если вы посмотрите английский словарь например краш это тоже с одной стороны разрушение на разрушение через то как человека вводят в смерть то есть ему причиняют какую-то рану из которой течет красная кровь и вот таким образом происходит это разрушение даже слова крыжовник относятся к этому слову красный потому что он когда вырастает и краснеет вы наверное видели не все сорта далеко не все остаются зелеными обычные деревенские сорта они краснеют и вот отсюда как раз все это и берет он свое название поэтому когда вы исповедуете сегодняшние религиозные обряды или когда вы следуете им то вы представляете просто что это было в древности и как это происходило в древности чтобы всю заслугу от своего народа от нашего русского народа от всех других народов не передавать одному библейскому библеисты записали это в одной книге да они скомпилированы но как я уже говорил все историки которые пишут это двоечники те которые списывают у других у отличников отличники уже понимают реальность так как она и есть и не надо благодарить двоечников не надо их выставлять на первое место за то что они грамотно списали и сохранили для нас работу отличников